В общем-то, друзья, приветствую всех! Мы продолжаем разбирать номерной турнир UFC 256. Я лишь напоминаю, что состоится он 13 декабря в ночь субботы на воскресенье. И в рамках этого турнира в тяжелой весовой категории встретится боец, который действительно сейчас находится на хайпе. Боец, который набирает обороты. Его даже можно назвать молодым проспектом в лице Сирил Гана. И противостоять ему будет бывший чемпион UFC. Боец, который в свое время закатывал просто сумасшедшие поединки Junior Dos Santos. В общем, как всегда, перед нами будет стоять задача определиться с фаворитом, с победителем. Конечно же, мы поговорим о коэффициентах и в конце подберем неплохой вариант для ставки. Да, кстати, что касается ставок, то ссылочку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео. Обязательно туда переходите, потому что именно в своем телеграм-канале я публикую в бесплатном доступе все скриншоты своих ставок. Поэтому, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а мы начинаем разбор, погнали! Как боец смешанного стиля, Сирил Ган дебютировал в 2018 году в организацию TKO. Там провел три поединка, во всех трех боях одержал досрочные победы. И уже дебютировал в самый сильный промоушен мира в UFC в 2019 году. В общем-то, в UFC провел он также три поединка, во всех трех боях тоже смог одержать победы. Но вот в крайнем бою победа не была досрочная, да, там он вышел против Танера Боссера. И действительно, Боссер показал довольно-таки хорошее выступление, доказав тем самым, что он не просто так занимает свое место в UFC. Но перестрелял, перестрелял ее в Сирил Ган в стойке и не оставил тому никаких шансов. В общем, из бойцовских качеств Сирил Гана сразу же стоит по черту, что является он выходцем из кикбоксинга. Огромное количество боев он провел в этой дисциплине. Что касается его борьбы, то также чувствует себя уверенно. Высокий процент защиты от тейкдауна, сам может накинуть какой-нибудь удушающий прием. Касательно кардио вообще никаких вопросов нет. И в трех раундных поединках бензина ему хватает на всю дистанцию. Как я уже и говорил ранее, Джуниор Дос Сантос является бывшим чемпионом UFC. В свое время он закатывал сумасшедшие поединки. В основном, конечно, бился он практически со всеми топами. Давайте не будем вспоминать всех бойцов, потому что на это действительно уйдет очень много времени. Вспомним его крайние три поединка. Кстати, сейчас уйдет на серии с трех поражений подряд. Сначала он отлетел в технический нокаут от Фрэнсиса Нгана, после чего встретился с Кёртсом Блейдсом. Также ему техническим нокаутом проиграл. И свой крайний поединок провел против Жорзиньо Розенстройки. В принципе, я помню тот поединок и первый раунд, по большому счету, Джуниор Дос Сантос забрал. Но во втором раунде Розенстройк подключился и смог потушить свет. В общем, из бойцовских качей стоит сразу же подчеркнуть, что хороший процент от борьбы, защиты именно. Может, в принципе, сам побороться, попробовать перевести своего соперника в партер. Но в основном старается, конечно, работать в стойке. В стойке чувствовал, именно ключевое слово чувствовал он себя прекрасно, но сейчас мы видим, что достаточно одного такого неплохого попадания. И как раз этот удар может отправить Джуниор Дос Сантос на настил. Что касается его кардио, то здесь вообще никаких вопросов нет. Проводил он и трехраундовые, и пятираундовые поединки и всегда в этом аспекте чувствовал себя прекрасно. В общем, переходим мы к прогнозу на этот поединок. И, естественно, букмекерские конторы в качестве фаворита выставили Сирио Ганна. Здесь я с ними полностью согласен. Я считаю, что у Сирио Ганна просто потрясающий шанс для того, чтобы победить уже, скажем так, находящегося на закате своей карьеры бывшего чемпиона UFC Джуниора Дос Сантоса. И, в принципе, у него для этого все есть. У него есть хорошая защита от тейкдаунов. У него есть мощь, та огневая мощь, с которой в последнее время Джуниор Дос Сантос, в принципе, не может справляться. И также у него есть потрясающий тайминг, за счет которого, мне кажется, он в стойке будет просто быстрее выглядеть своего соперника. В общем, да, ребят, мой выбор это победа Сирио Ганна. И, естественно, вы можете со мной не согласиться, поэтому погнали в комментариях, давайте обсудим этот поединок именно там. Я же вынужден с вами попрощаться. Но я напоминаю, что не забывайте подписываться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал по ссылочке в описании. Также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем пока и хорошего дня.